друзья всем привет на связи вальдемар сегодня у нас 16 сентября время около 10 вечера и у меня неожиданный звонок у меня пропущенный звонок от вас не толкает сейчас давайте попробуем включить мне тоже будет приятно послушать может хорошая новость может быть плохая василий мне достаточно редко звонит обычно либо я приезжаю как вы видите видео или ну в основном я уже не звонить потому что лучше приехать смотреть наглядно потому что вера мало очень-очень много раз не обещали как вы помните с последнего видео вся эта история заключалась в том что в 1 августа мне василий пообещал что до сентября в тюни весе я тебе поживала там у нас уже 16 число неделю назад я выпускал выпуск про то что у меня опять на е в общем давайте сейчас позвоним давай сплет занял ну притопить и либо круглые повесить номера либо да я вообще этим не разбирался я думал оригинальные мановские поставить не у меня мановские остались на том прице ну на кузове который я снял там были оригинал мановские я в принципе могу если там просто посмотреть там электрические выхода оригинальные или обрезанные просто как мне с какими проводами искать а что там сейчас доделать осталось облицовку я думаю что на этой неделе каркас заделает ящики дополнительные вот покрасить и все ну давай я завтра заеду на его втором половине до определимся но у меня тоже до обед до эвакуации потом эти короче наберу давай хорошо спасибо скорее всего там добавился один ящик как мне кажется облицовки боковые показывал они были не крашены ну и стоп-сигналы я понимаю что видите насколько процесс долго-долго-долго затягивает в принципе я нервничать не ставил уже нервничать перестал отношусь к этому таким больше с юмором потому что что шашкой махать что там стрелять руками быстрее ничего не начнется поэтому давайте господа сегодня вечером зафиксируемся завтра я съезжу запишу на видео и вам все покажу боится ли классе еще раз вас приветствую итак сегодня у нас уже 17 сентября едем мы все не толкай ну и по пути сделаем одну эвакуацию легендарного автомобиля сап 9000 погнали ну что друзья зацепили мы савик сейчас покажу ветер извиняйте машина просто в отличнейшем состоянии все дисочки оригинал человек ухаживает не только оригинальные запчасти сейчас мы поведем ее в сам центр что-то с бензонасосом но я думаю это дело поправимое так что погнали потом заедем в тени толка и посмотрим как у нас дела так ну что друзья я на месте пошли смотреть что у нас там с нашим грузовичком вот так вот так вот вот так выдели бриль покрашенный в нем топчется я считаю это вообще неправильно так гидравлик сейчас попробую фонариком подсветить секунду за неудобства платформа стоит делается я так понял рамка для облицовки вот уже кусочки облицовки пошли ящик везде висит в сторону делают только в общем такие дела вот представьте с последнего видео сколько там две семь восемь прошло у нас там только в облицовке ничего нового вообще-то не произошло но я вот прям Ребятки, напишите в комментариях, как вы считаете, должны люди вот так топтаться на свежепокрашенном бриле? Наверное, пусть потом перекрасят. Заехал в ресторан. Золотые дуги. Объесть это дело, все подумать и не знаю, рассказать вам мысли свои. Что я об этом думаю? Ладно, сейчас поем. Гадкое настроение, нужно заедать гадостью, не знаю, мне помогает. Макдональдс вообще, чтобы все, настроение стабилизировалось. Так, ну что, расскажем, расскажем, что у нас происходит. Сроки начинают увеличиваться, и я думаю, даже за октябрь ничего готово не будет, поэтому этот фильм будет продолжаться еще долго. Каждый раз, когда я захожу в цех, у меня сразу голос Вадима из спецбуксира. Я же говорю, говорю, но это так, все по-доброму у нас. Он поймет Вадима, если что приведет, если смотришь. Что мы увидели? С момента прошлого видео я там улетал, наверное, прошло и 7 или 8. Появилась только облицовка каркаса, если вам только появилось для вас, чтобы понять, это сваренный и сваренный. Каркас из сваренных уголков и просто закреплено это крепежами края. Все, это еще дальше пойдет бескостроится, потом это будет краситься. Повесить им нужно еще задние ящики, провести гидравлику после того, как ящики повесят. В общем, песня долгая, и если они за 7 дней только еще и даже каркас не сделали, то сколько они проводить будут, это, конечно, неизвестно. На те вопросы, которые мне часто задают, почему, почему, в чем у них дело, в чем не так, я сам не понимаю. Я каждый раз им говорю, что бросьте все силы, доделайте, машина это самая долгая у вас в цеху стоит, и еще что-то. Не знаю даже, что сказать. Для хейтеров сразу тоже могу пояснить, все мои машины могут продаваться. Я спокойно расстаюсь с автомобилями, можно мой Land Rover купить, можно мой Amarok купить, можно Ford купить, можно ман забронировать пока еще. Так что, ну и что, время покажет. Все равно, последнее слово за мной. Ну и, конечно, такой неприятный немножко осадок, когда вот покрашенные детали, по ним толпочцы ходят, или еще что-то, в нормальном, в нормальном производстве это все как-то заматывается в пленку, укладывается в бумагу, и спокойно можно, как бы, если она, прям по ней нужно ходить, раскладывай-то ходить. В общем, скорее всего, бы перекрашивать. Ладно, мы, я не трачу свои нервы, настроение себе не порчу, просто будем заезжать туда каждые 7 дней, смотреть, что происходит. А вам еще раз скажу, что если вы в Москве или в московском регионе хотите построить себе эвакуатор, именно построить, и чтобы не попасть вот в такую блядскую ситуацию, как у меня, вы обратитесь в спецбуксир, просто проконсультироваться, или можете позвонить мне, ссылки на мой телефон, мой инстаграм будут в описании. Ссылку на инстаграм спецбуксира, кто их не знает, тоже будет в описании, потому что достаточно известная компания, у них там подписчиков много, и в ютубе очень много работ подписчиков, и ребята действительно, они помимо эвакуации знают, что произвести, и знают, что тебе нужно, потому что даже вот в сегодняшней ситуации получилось так, что у меня нету крепежей на платформе. И я опять Василию говорю, Василий, мы же договаривались изначально, что нужны крючки, нужны крепежи, раз у нас неподвижная лебедка стоит, нужно как-то повесить, за что мы можем блок, чтобы поменять угол, собрать все. Он опять проанализировал, вспомнил, что да, да, был такой разговор, хорошо, мы сделаем. Мы сделаем там, докрасим, что-то доделаем, в общем, вот эта вот песня. Меня удивляется просто иногда, ну, спрашивают, да, для чего ты это делаешь, да, вот мои видео выходят, и все, я пытаюсь этими видео просто уберечь людей, чтобы не попасть. Я не считаю, что я как бы сильно, я финансово не попал, я попал на сроки, время у нас самое дорогое. А финансово у меня основная работа другая, эвакуация для меня хобби, да, кто-то ходит в фитнес, да, там, каждое утро или несколько раз в неделю, а мой день может начаться в 4 или в 5 утра там, в подземном паркинге или еще где-то. В 9, в 10 я уже в офисе у компьютера, потому что у меня есть сотрудники, я такой же руководитель, как и многие, у меня есть свои обязанности, свои ответственности. Поэтому эвакуация для меня фитнес, хобби, просто не сидеть, а чем-то таким заниматься мужским, физически, да, интересно. Поэтому в этот бизнес я влез через производство. Я решил прожить его, вот прям вот, чтобы произвести и на этом работать. Поэтому ты будешь понимать, как у тебя сложена машина, из чего и все. Потому что прийти там, купить газель или газон, как мне все советуют сравнивать, какой-то валдай. Но это не машина, поймите, она не сможет сделать такой объем работы. У ней отказов будет больше. Вы неделю отработаете, а потом какое-то время она у вас что-то сломается. И большинство людей начинают тратить время чинить у себя в гараже, потому что там, ну, ездят по дешевым ставкам, по дешевым ставкам или каким-то своим видом, да, там, машину надо быстро окупить. И это не работает так, а окупаемость. Есть, если ты занимаешься эвакуацией, ну, занимайся для того, чтобы зарабатывать деньги, а не смотреть в ту сторону, когда же она у меня окупится и принесет. Пока ты ее окупаешь, те деньги, которые ты поступаешь, ты кушаешь их. Ты их кушаешь. Но ты когда посчитаешь сумму, там, за год, за два, за три, ой, я отбил, так у тебя же в кармане ничего не осталось. Это вот для тех, кто там постоянно говорит, вот, у нас там низкие ставки, мы дешево ездим. Ну, я не езжу в дешевую, я езжу по объективным ставкам. Ну, не нравится клиенту, ну, цена, пусть найдет дороже. У нас рынок, у нас всегда можно найти дешевле, поэтому в этом плане, как бы, мне сочувствия никакое не нужно. Поэтому, еще раз повторюсь, если что, обращайтесь в спецбуксиры, позвоните мне, я расскажу, потому что недавно мне звонили также человек, я так понял, в КУЛАГ-сервисе, не первый год у него стоит Ford F450, он мне звонил, и вот они там долго искали ему коробку отбора мощности, еще что-то, я коробку отбора мощности нашел себе за три недели. Если, знаете, есть такой канал Savpila, да, Феликс Автобакс, вот, он находится в штате Пенсильвания, я ему написал, он сказал, ищи деталь, я тебе куплю и вышлю тебе. В общем, за неделю мы нашли деталь, эту коробку отбора мощности, он ее приобрел там на другом конце штатов, она к нему пришла, он ее у него пуговал и отправил. Все, я с ним рассчитался, все довольны, все. Поэтому, ну, тут, видите, такое, когда человек не сам занимается этим, да, найдите мне, сам в этих поисках, запчастях не участвует, то зачастую компаниям это не нужно, это неприбыльно. Найти вам какую-то деталь и продать там, не знаю, тысячу рублей на ней заработать, или еще вы начнете торговаться, неинтересно. Поэтому, ребятки, подписывайтесь, ставьте лайк или дизлайк, смотрите, как вам удобно, пишите комментарии, ваши мысли, я на все комментарии отвечаю, задавайте вопросы, я их могу там порассуждать или ответить на них в следующей серии. Все, вам спасибо, давайте, я поехал работать дальше.